Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Здравствуйте! Сегодня 24 мая в эфире программы «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились минувшие 7 дней в кратком обзоре новостей. Состоялись публичные слушания по отчету об исполнении муниципального бюджета за 2012 год. По словам начальника финансового управления администрации Евгения Царева, бюджет муниципального образования пополнился на 26,9% по сравнению с 2011 годом. Правда, некоторые налоги от муниципалитета ушли. Транспортный налог и штрафы теперь поступают в краевой бюджет. Бороться с незаконной миграцией намерен глава города Сергей Сергеев. На этой неделе он провел расширенное совещание с руководителями всех служб и ведомств, призванных противостоять незаконной трудовой миграции. Межведомственная комиссия стала регулярно выходить в рейд. В ее составе сотрудники полиции, специалисты миграционной службы, анавские казаки, участковые и представители администрации. Основные места осмотра – строительные объекты. В Терезберкоме Анапы кадровые изменения. Председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Старостин, проработавший на этой должности много лет, сложил полномочия. Совет депутатов Анапы по запросу края изберкома выдвинул новую кандидатуру на этот ответственный пост в лице Татьяны Завизион. Единогласным решением ее кандидатура на пост руководителя Терезберкома была утверждена. Впервые в России Анапское отделение Всероссийской общественной организации «Спасание на водах» проводит профилактические занятия для дошкольников. Первый урок спасатели провели в детском саду. В арсенале восводовцев в памятке с яркими картинками нехитрые правила поведения на воде. Анапские спасатели намерены рекомендовать данную программу остальным 80 регионам России. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Общественный транспорт переводят на летнее расписание. Старейшей детской музыкальной школе номер один исполнилось 55 лет. Юбилейный день рождения школа отметила праздничным концертом. Лучшее лекарство социального поведения – профилактика. Об этих и других событиях подробнее. Дольше, лучше, больше. С такой формулировкой в отделе по транспорту, промышленности и связи вводят новый график движения городского общественного транспорта. Как сегодня работает транспортная система и какие изменения ведут с 1 июня, расскажет наш корреспондент Наталья Пухальская. Лето пора жаркое. И дело даже не в температуре воздуха. Жарко на остановках, на дорогах и в транспорте. Дождаться свою маршрутку, найти в ней место и вовремя доехать на работу сквозь пробки. Ежедневный план минимум для новчан. И тут возникает вечное доброе. Ну ладно, я еду на работу. А куда всем остальным надо? Сейчас я была на репетиции, а сейчас еду домой. Я в Витязево еду. Зачем едешь? Ну, домой, со школы. В Анапскую. 111, 118 или 101? Ну, я в основном езжу на 101, потому что он подъезжает прямо к моему дому. Дорога занимает, ну, если я выхожу на Старханске, потому что он поворачивает на ней, ну, и иду минут 20. Анапчане знают маршруты автобусов и примерное расписание. Для гостей курорта на каждой остановке таблички с расписанием должны быть. Но пока не все службы готовы к сезону. Информации, кто куда едет и с каким интервалом ходят автобусы, нет. Анапчане обратились к мэру Анапы Сергею Сергееву с жалобой на встречи активистов. У нас маршрутки ходят, 116-й, 118-й, 111-й. У нас нет расписания на остановках. Люди выходят, идут, не ждут, по дороге останавливаются, собирают, не собирают. Ну, надо же уже в течение полугода разговоры ведем, ведем и толку нет. Говорят, уже подготовили вроде бы все. Ну, надо же как-то вывесить это расписание. На встрече с активистами мэра Анапы Сергей Сергеев поручил начальнику отдела по транспорту, промышленности и связи Юрию Кудрявцеву разобраться и за пять дней привести остановки и расписание в порядок. Открыть, пожалуйста, почему так? Сейчас железная уже, властинка. Ну, сделаем, почему? А пока в Анапе существует только один маршрут, 11-й, предполагаем, он же номер 111. Маршрутка пришла в 15.22, на 7 минут позже графика. Обычная практика. Почему так бывает? Кто-то сломался, кто-то техосмотр проходит, и из-за этого промежутки такие. Приходится объезжать пробки, или по проспекту, допустим, или как-то. Ну, стараемся, чтобы все было по времени. Через пару недель на улицах можно будет изучать географию по госномерам автомобилей из других регионов. Сотрудники дорожно-транспортных служб говорят, летом на одного местного водителя два-три приезжих. Пробраться в пробки до места назначения задача не из легких. Но транспортную проблему обещают решить до того, как она появится. Сегодня в транспортной сети Анапы 34 пригородных и 11 городских маршрутов. Пассажиров перевозят 9 предприятий. В перерасчете на транспорт более 300 автобусов и маршруток. В прошлом году в анапских маршрутках проехали более 14 миллионов пассажиров. Это больше, чем численность населения Москвы. Там, по последним официальным данным, проживает почти 12 миллионов человек. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев и Игорь Куршаков. Анапа. Регион. 24 мая – день славянской письменности и культуры. По преданию, святые братья Кирилл и Мефодий первыми создали славянскую письменность и перевели с греческого языка библейские тексты. В память о святых равноапостольных сегодня в Анапе состоялся крестный ход. От храма Серафима Саровского до Святой Осиевской площади верующие совершили крестный ход в память о двух святых, которых еще называют учителями славян. Славянская письменность была создана в IX веке. Новый алфавит получил название «Кириллица» по имени Византийца Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческа, существенно изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему. Святых Кирилла и Мефодия прославляют 24 мая во всех славянских странах. В связи с этим у Часовни Святого Оси сегодня было особенно людно. Здесь крестный ход завершился праздничным молебном. Сегодня великая дата, круглая дата, 1150 лет нашей славянской письменности. Весь город должен стоять здесь, на этой площади, потому что мыслят, читают, пишут и разговаривают на русском языке. Праздник отмечается в России с 1985 года, а в 91-м указом президента Российской Федерации ему присвоен государственно-церковный статус. А на пчане гости курорта знают о тех, кто стоял у стоков письменности. Это святые, которые создали азбуку славянам. Это создатели русской письменности. Основатели, по-моему, алфавит? Нет. Алфавит, кто придумал? Азбуку. Два святых человека, которые создали церковно-славянскую азбуку. Все славяне свято чтут равноапостольных Кирилла и Мефодия. Уже более тысячи лет во всех православных храмах страны и на каждой праздничной церковной службе святые братья вспоминаются и прославляются, как первые славянские учителя. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Они сложили головы за веру Отечества и Кубань. Традиционные Тиховские поминовения прошли в Красноармейском районе в память о подвиге казаков. Подробнее Вадим Родин. В январе 1810 года около 4 тысяч горцев переправились через реку Кубань. Чтобы напасть на Ивановское и Стеблиевское поселения. Но на их пути встал отряд Ольгинского кордона численностью в 200 казаков во главе с полковником Львом Тиховским. Четыре часа шел неравный бой. Закончились боеприпасы для небольшой полевой пушки. И тогда израненный полковник повел храбрецов на прорыв. Вырваться из окружения удалось лишь 18 казакам, большинство из которых вскоре умерли от ран. В 1869 году на месте гибели отважных казаков был установлен каменный крест, сохранившийся и поныне. Ежегодно там проходят казачьи поминовения полковника Льва Тиховского и его отважных соратников. Этот год не стал исключением. На мероприятии присутствовало более трех тысяч человек. Местные жители, гости и казаки, приехавшие из всех районов Кубани. Делегацию из Анапы возглавили замглавы Сергей Козлов, депутат ЗСК Николай Иванюшкин и анапский атаман Валерий Плотников. Как и в прошлые годы, церемония началась с молитвы о павших в неравной битве с горцами. После чего всех казаков и гостей приветствовал атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Николай Далуда. Казаки во главе с полковником Львов Тиховский не пошли на сделку с совестью. Хотя вы прекрасно понимаете, что они могли бы уйти, укрыться в этом лесу, остаться живыми. Но для них верность служения своей родине, своему отечеству, верность своей клятве присяге была превыше всего. Торжественным маршем прошли действующие казачьи дружины, ежедневно несущие службу в городах и селах Кубани по контролю за общественным порядком и недопущению правонарушений. Колонну взрослых казаков сменило подрастающее поколение, воспитанники казачьих классов, будущие защитники Кубани. После официальной части мероприятия молодые казаки приняли присягу. Весь день пели казачьи песни, соревновались в силе выносливости и конном спорте. На обширной территории были разбиты казачьи курени, где гости могли отведать блюда традиционной кубанской кухни. Большой праздник показал, что казачьему роду нет переводу. Вадим Родин, Дмитрий Гладушевский, Анапа. Регион. В селе Юровка прошло заседание антинаркотической комиссии. С докладами выступили начальники городских управлений и ведомств. Тема обсуждения – наиболее эффективные меры профилактики. Участники совещания поделились опытами и наработками в антинаркотической компании. О них узнала Наталья Пухальская. Проблему легче предотвратить, чем потом ее решать, уверены все участники совещания. В докладах конкретные решения эффективной методы профилактики аддикции. Проблемой наркотиков занимаются несколько организаций. Заместитель председателя Совета общественности Первомайского района Надежда Магась настроила участников на продуктивную работу. Мотивировала статистикой. На учете у врача-нарколога находится 27 граждан, проживающих на территории нашего округа. Из них 11 человек с диагнозом наркоманы, 16 за эпизодическое употребление наркотиков. Из 27 человек 3 человека находятся в состоянии ремиссии. На учете в социальных службах и отделе по делам несовершеннолетних состоит 8 семей, находящихся в социально опасном положении, и 9 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете и отделе по делам несовершеннолетних. За цифрами проблемы подростков и целых семей, но терпения выслушать докладчика хватило не у всех. Обсуждение на местах не по теме прервала заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. У нас в зале здесь сидит точно больше 50 человек. У нас на учете в нашей городской комиссии по делам несовершеннолетних состоит 49 подростков несовершеннолетних. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот тут одного подростка на одного подростка по два взрослых человека. Но решить проблему наркомании до сих пор не удается. Специалисты службы наркоконтроля, городских управлений, общественных организаций разрабатывают и внедряют планы, проводят акции, подключают телефоны доверия. Начальник управления образования Дмитрий Байдиков предложил проверенную схему борьбы с наркопотреблением. Заменить наркотики полезным делом, чтобы у подростков не осталось времени даже подумать о наркотиках, сигаретах и алкоголе. В учреждениях дополнительного образования на сегодняшний день занимается 38 подростков, состоящих на внутришкольном профилактическом учете. Кроме того, организована дополнительная занятость 90% подростков, состоящих на внутрешкольном профилактическом учете. А таких подростков у нас 347 человек. В школьной спортивной секции и кружках различной направленности занимается из этого количества 90%. Хотя эта цифра должна быть доведена до 100% занятости. Решить проблему наркомании в кабинетах невозможно. На бумаге малоэффективно формулы борьбы с наркотиками вывели на совещание. Надо работать непосредственно с детьми, разговаривать с ними. И понимать, почему дети прячутся от проблем за наркотиками. Что делать взрослым? Личным примером доказывать. Свобода от вредных привычек и здоровье – это здорово. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. На Кубани сегодня проходит акция «Библия прорыв». Она приурочена ко дню библиотечного работника и началу летних школьных каникул. В Анапе старт акции дали сотрудники филиала номер 2 городской библиотеки. К ним присоединились Дом культуры молодежной и Клуб эсцетического и физического развития детей «Дорога добра». Наша съемочная группа принимала участие в акции. Об этом сюжет Ларисы Басовой. В Ореховой роще прогуливающихся по аллеям роз ждал приятный сюрприз – читальный зал под открытым небом и праздник для детей. Эта акция проходит в целях привлечения людей к чтению и книге. Впереди у нас летние каникулы, поэтому мы вас всех ждем на наших летних площадках. 24 мая в России отмечается большой праздник – День славянской письменности и культуры. Так что в акции «Библиопрорыв» приняли участие не только библиотечные работники, но и те, кто пишет книги. И Международный союз творческих сил Анапской центральной библиотечной системе дарит сегодня 20 книг писателей Анапы. С праздником вас, дорогие друзья! Пока родители и бабушки с дедушками знакомились с литературными новинками, с детьми занимались аниматоры. В конкурсе на знание истории казачества приз получил потомственный казак Руслан Гурский. А что такое башлык? Башлык – это такая накидка с такими ленточками здесь и с капюшоном. На импровизированной сцене в центре рощи у цветочной палитры пели дети-инвалиды из клуба «Дорога добра» – воспитанники Людмилы Комаровой. Среди них дипломант третьей степени конкурса «Синёк» и «Анапа» Никита Чичурин. Праздник пришелся по душе и взрослым, и детям. Чтобы не во дворах водили там, а здесь. Я считаю, что такие мероприятия приучают к культуре ребенка. И я думаю, что не только для взрослых, но и для детей это очень важно. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, «Анапа-регион». Музыкальной школе номер один 55 лет. За это время школа выпустила 2500 выпускников. В юбилейный день рождения за высокий профессионализм и личный вклад в развитие культуры и искусства педагоги школы были награждены грамотами Министерства культуры Краснодарского края и почетными грамотами Управления культуры «Анапы». Как прошел праздничный концерт школы юбиляра, расскажет Светлана Вилова. За 55 лет школа выпустила свыше 2000 учащихся. 600 из них стали профессиональными музыкантами. День рождения школа отметила праздничным концертом. Со знаменательной датой педагогов и учащихся поздравила начальник управления культуры «Анапы» Марина Мельникова. Уважаемые друзья, примите слова благодарности за бесконечную преданность выбранному делу, добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры и искусства муниципального образования город-курорт «Анапа». С праздника вас всех, с замечательным юбилеем. Мы от администрации города, мы дарим школе камеру, видеокамеру для того, чтобы все странички истории были зафиксированы в дальнейшем мире. За высокий профессионализм и личный вклад в развитие культуры и искусства педагоги школы Ирина Акимова, Марина Дьяченко, Вера Машенская, Василий Полченинов и Эльвира Умерова были награждены почетными грамотами Министерства культуры Краснодарского края. Также многие в этот день были отмечены почетными грамотами начальника управления культуры «Анапы». От имени депутата ЗСК Николая Иванюшкина юбиляров поздравила его помощник Мария Мамыкина, пожелав коллективу творческих успехов и новых побед на конкурсах и фестивалях. Ребята гордятся тем, что играют в оркестре русских народных инструментов, ведь это символ русской национальной культуры. Руководит оркестром Эльвира Умерова, выпускница школы. Коллектив – неоднократный лауреат краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Играя юным музыкантам, приходится перевоплощаться, доносить до публики характер композиторов и их манеру чувствовать музыку. Отделение фортепиано – самое большое в школе. Искусство игры на нем преподают 15 педагогов. Я проработала в музыкальной школе 33 года и дала многим из них путевку в жизнь. То есть они продолжат заниматься музыкой, продолжают заниматься музыкой в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях музыкальных. И я этому очень рада, потому что для меня это важно, для меня это смысл жизни. Светлана Евгеньевна Мелькина на протяжении 33 лет раскрывает своим ученикам секреты скрипичного мастерства. Обучает юных музыкантов Игрина Скрипки и педагог Зоя Марконсузиан. Преподаватели стараются привить детям любовь к инструменту, а также терпение в процессе учебы. Ведь скрипка – это один из самых сложных инструментов в музыкальном искусстве. Преподаватель отделений хорового и сольного пения Наталья Маркова с первых дней работы в школе проявила себя как творчески увлеченный педагог. Под ее руководством младший хор и старший активно принимают участие в различных конкурсах и фестивалях. Созданы два вокальных ансамбля. Коллективы становились неоднократными лауреатами городских, зональных и краевых конкурсов. Любовь к народной песне на отделении фольклорного искусства старается привить учащимся Ольга Григорьевна Малашкина. Тоже, кстати, выпускница школы. Моя бабушка, которой было 83 года, она еще пела. Это мама моей мамы. Я слышала пение ее, их семьи, дедушка. В общем, все по маминой линии пели. Обрядовые песни старинные, исторические, походные. И вот все это из детства я перенесла сюда, сейчас свое творчество. И с детьми мы это исполняем. Ребята говорят, что в этих песнях живет душа народа. Поэтому их красоту и богатство они стараются передать зрителям, выступая на концертных площадках России. Отделение духовых и ударных инструментов было создано в школе 23 года назад. Педагоги по классу медных духовых инструментов Василий Полчининов и Владимир Козленко работают с учениками над выработкой вкуса к звуку. Оркестровому звуку. Яркому, сочному, объемному, интонационно чистому. Первое, что я увидел, это все тубисты, они такие, телосложение крупное. Вот, наверное, что силы надо много, поднимать такую большую трубу. Вот, и мне, когда я играл на льду, мне все время нравился бас. Как-то сидишь в оркестре, думал, дунишь так дунишь, чтобы все услышали. Задача преподавателей ударных инструментов Шамиля Люманова и Даниэля Багдасаряна состоит в том, чтобы юные музыканты овладели хорошей техникой игры с четко поставленным ударом. В школе создан эстрадно-симфонический оркестр, который неоднократно подтверждал звание образцово-показательного. Является победителем зональных и краевых конкурсов. Яркими букетами цветов поздравили золотой фонд школы, ее гордость ветеранов педагогического труда. Юные музыканты и педагоги всегда полны творческих сил, планов и готовы покорять новые высоты. Потому что каждый из них любит эти легкие и мощные, разнообразные звучащие инструменты, дарящие слушателям столько удовольствия. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анна Пареген. И в завершении выпуска. В воскресенье гостеприимная казачья станица Атамань встречает участников и гостей краевого фестиваля конкурса «Гарна молодычка». Каждый раз этнографический комплекс под открытым небом старается удивить своих гостей. И этот год не станет исключением, обещают организаторы. Всех анапчан и гостей курорта приглашают в Атамань к 10 утра 26 мая. С этого часа начнут работу все подворья. А в полдень состоится торжественное открытие. После короткой рекламы прогноз погоды, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В субботу 25 мая в Анапе будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем 21-23, ночью до 20 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 7-9 метров в секунду. Температура воды в Черном море 21 градус со знаком плюс. В воскресенье 26 мая в Анапе пройдут местами кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха в дневные часы 21-23, ночью около 20 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 21 градуса тепла. Такой нам запомнилась эта неделя блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Этот и другие выпуски вы можете найти и на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.